Я позволю начать с доказательной базы по физиотерапии. Больше 20 лет назад я открыл первое отделение физиотерапии на Украине и Киеве. В отделение попадали люди по скорой помощи, те, с которыми не справлялись. Фактически облаторный прием и дневной пациент. Результаты очень интересные. Язвенная болезнь, несмотря на то, что хеликобактер как бы лечится антибиотиками, травами. Три недели язвы рубцевались. Антибиотикорезистентные штаммы, пневмонии. То есть чувствительность аллергии ко всем известным группам антибиотиков. Три-четыре недели и пневмония завершалась выздоровлением. Я в целом имел примерно 5 лет подряд лечебную практику в разных отделениях. Вначале это была районная больница, затем это был центральный госпиталь МВД. Там великолепные иммунологии и очень хорошие результаты по иммунологии, в том числе по травмам. Отдаленный результат, ну ни один язвенник ко мне в течение двух лет не вернулся. Если говорить об эрадикации хеликобактер пилори, то полугодовая, полумесячная, извиняюсь, полугодовая, шестимесячная ремиссия этой эрадикации. Два года не было ни одного обострения, ни одного рецидива. Ну, это с точки, ну скажем так, классическое применение в стационаре, где лечебный фактор был, кроме стационара, это диета по основному заболеванию. И комплексы трав в различные в виде настоя, в отварах, там в сухом виде были, то есть в ванной были разные. То есть, ну, такое комплексное фитотерапевтическое лечение без применения традиционной фармакотерапии. На сегодняшний момент, ну, в принципе, фитотерапия используется в основном амбулаторно. Ну, результаты сегодня много было тем о стеатогепатите, о жировом гепатозе, о сахарном диабете, интересные такие компоненты метаболического синдрома. Ну, сахарный диабет второго типа я не лечу, я вылечиваю. За 4 месяца у 80% людей. Упор в заболевании, в восстановлении работоспособности печени. Ну, аутоиммунные процессы, ну, скажем, тромбоцитопения лечится 2 недели. Вопрос в чем? У меня немножко другая. С иной стороны подход к лечению пациента. Я, ну, скажем так, подхожу со стороны правильного питания, как фитотерапевт, как диетолог, и система, получив правильное питание, начинает выздоравливать. То есть функциональная модель, она начинает работать по, скажем так, в нужном режиме. Почему? Потому что действительно у нас, к сожалению, говорят одно, а лечат немножко по иному. То есть у нас вот есть растрит действительно от растрита, есть холецистит от холецистита. Завтра будет панкреатит, будем лечить от панкреатита. Вопрос в том, что организм это не набор отдельных органов, как мы наблюдаем сегодня в поликлинике. Это целостная система. Если подходить к ней как к целостной системе, она начинает работать оптимально и выздоравливать. Ну, результат интересный. У меня уже опубликовано около 45 книг. Сейчас просто немножко сбился со счета, там они на разных стадиях идут. В том числе и в России пошла серия книг. То есть, в принципе, украинскую фитотерапию Россия восприняла. Хотя у них я не скажу, что фитотерапия на последнем месте. Там достаточно хорошо развито. Что касается темы доклада, патогенетическое лечение психосоматических заболеваний. Ну, вот примерно в то время, когда у меня было отделение фитотерапии, я пытался соединить китайскую медицину, индийскую медицину, Японию, Алицену, ну и Киевский медицинский. Получился очень интересный такой ёршик. И диагностика по дате рождения соматического состояния человека, скажем так, его способности в плане сильных и слабых органов. Она очень здорово помогала подойти к лечению. Но, вот буквально примерно год назад, увидел, что есть проще система, которая подходит к состоянию здоровья с другой стороны, со стороны психики. И тоже опирается на дату рождения. Вы знаете, очень интересные результаты, очень хорошо идёт. Почему? Потому что, в принципе, да, я могу повлиять на состояние мозга. Через улучшение работы печени, очищение крови и наполнение питательными веществами, мозг отреагирует нормальной работой. Можно подойти совершенно с другой стороны. Почему? Потому что пока мы не воздействуем на психику человека, находясь в стрессе, блокируется работа печени, почек, остальных фильтров. И все мои действия, как врача-терапевта, они сводятся практически к мылу. То есть движение с двух сторон. Со стороны обеспечения правильного питания для организма и регуляции состояния мозга. С другой стороны, приводит к тому, что, ну, в принципе, пациент очень быстро выздоравливает. И работа этого организма, ну, скажем так, когда идёт в оптимальных условиях, без сбоев, самое главное, что процесс идёт гладко, без каких-либо, ну, таких, ну, скажем так, обострений. Почему? Потому что, к сожалению или к счастью, натуральные методы лечения, они, у них такая есть особенность, они, процесс очищения организма, процесс освобождения организма от тех накопленных продуктов жизнедеятельности, которые он разными путями и разными способами накопил, он занимает определённое время. И если идёт активное очищение организма, то, соответственно, и обострения эти, ну, они не каждому пациенту нравятся, они не каждому человеку нужны, поэтому вот такой вот гармоничный подход с двух сторон, он позволяет решить вот эти все задачи, ну, скажем так, с наименьшими потерями для пациента и очень легко и просто. Ну, честно говоря, когда познакомился с системой оценки состояния по дате рождения, то понял, где генетика. У меня, ну, так, в семье получается, я там, то, что я насчитал, седьмое поколение фитотерапевтов, вот, мое пятое поколение, дедушка мечтал опубликовать хотя бы одну книгу. Ну, не получилось, в Советском Союзе не получилось, но он вышел на хорошую систему, как гармонизировать через питание, через фитотерапию, оптимизировать работу организма. Причём, вот если подбирать под конкретные болезни, действительно, человек меняется каждый день, вот, и каждый день нам нужно подбирать новые травмы. Поэтому можно подбирать с помощью информатерапии, с помощью личного опыта, вот, но человек меняется каждый день. Он каждый день реагирует по-разному на одни и те же воздействия. Но, каждый день человеку нужно обеспечить правильное питание и очищение. И вот тут функциональные системы срабатывают. То есть, когда мы понимаем, что организм работает, что у него есть такой великолепный мощный фильтр печени, который 30% крови очищает в организме. Из тех 15, которые качают сердце, посчитайте, 4,5 тонны крови очищаются в печени. И этот процесс работает достаточно эффективно в одном случае, когда есть частое дробное питание. Но правильное питание. 4-5 раз в день человек кушает, 4-5 раз в день сбрасывается жёлт, и фильтр печени очищает свои 4,5 тонны крови. Вот на этом фоне нужно добавить воду, пресловутую, и тогда ещё фильтр почки, свои 1,5 тонны крови очистит в сутки. 6 тонн крови, ни один метод экстракорпорального очищения крови, он близко не стоит. Плазмофорез, знаете, литр, в лучшем случае, 2 через день. И всё. Несколько процедур, и эффективность мета заканчивается. Правильное питание обеспечивает, скажем так, в постоянном режиме. И самое интересное, что на протяжении десятков лет обеспечивает спокойное очищение крови и практически создаёт фон для сохранения высокого уровня здоровья. Что очень важно в фитотерапии, многие пытаются действительно функциональную систему изменить. Ни в коем случае этого делать не стоит. Когда мы, все болезни, это защитно-приспособительные реакции организма, на те условия, которые он был поставлен. Если мы ставим организм человека в физиологические условия и питанием, травами, какими-то другими воздействиями помогаем ему работать, помогаем ему жить, организм начинает сам выздоровывать. Понимаете? Когда мы начинаем напрягать организм, вот тут возникают другие проблемы. Я просто в лечении, скажем, сахарного диабета, я за точку отсчёта взял совершенно иной показатель. Я не взял уровень сахара в крови, я взял способность печени накапливать ликоген. Здоровая печень должна накапливать 200 грамм ликогенов. Печень, изменённая жировым гепатозом или стрято гепатитом, то есть когда часть клеток печени замещена нейтральным жиром, то есть не работает, она способна накапливать значительно меньше. И вот тут человек с хорошим аппетитом до того, со здоровой печенью, у него сахар в крови стоял в оптимальном диапазоне. Человек с изменённой печенью не может накопить печень в виде ликогена, тот сахар, который попал в пищу. Этот сахар будет стоять в крови. И будет изменяться и чувствительность рецепторов, но первично в развитии метаболического синдрома инсулино-резистентность печени. Это не желание печени накопить сахар в виде ликогена, а невозможность, нет свободного места, потому что часть печени, приличная часть печени замещена нейтральным жиром. То есть эти все вещи, это всё лечится, ну, я вылечивал, но в том числе не обязательно контактно на расстоянии, ну, в Греции, женщине с 10-летним сахарным диабетом, который скомпенсирован был на уровне 9-10 ммоль на литр, через 2 месяца после правильного лечения восстановления печени, правда, я сказала, у меня питается абсолютно по-другому, не так, как вы мне советуете. Наша греческая медицина, у неё совершенно иные рекомендации. Через 2 месяца у неё сахар был 4. Креатинин, она находилась на гемодиализе, за нашими границами людей по-другому ведут, если есть почечные недостаточности, они все на гемодиализе, наши стоят в очереди. 250 креатинин был у неё в начале лечения, и через 2 месяца спустился на 150. Отдалённые последствия, она пила практически год травы, сахар держался на 4, полгода она не пьёт, сахар у неё стоит на том же уровне. Печень не вернулась, ну, скажем так, те границы, которых она была полтора года назад. Вот. Ну, что могу сказать? В принципе, психосоматика, она есть, она, мы никуда от неё не денемся, только, знаете, венерические болезни от удовольствия, всё остальное, в принципе, болезни от нервов, а это всё психосоматические болезни. Вот. Поэтому очень важно, вот действительно, было несколько докладов, знать свои особенности, понимать их и правильно их использовать. потому что у каждого человека есть свои сильные, свои слабые стороны. Вопрос в том, сильные стороны многие знают, а слабые пытаются прятать, вот, знаете, ну, не получается у неё. Так вот, если подойти к организму, ну, скажем так, с нужной стороны, то слабости становятся сильными сторонами, и вы начинаете активно двигаться в том направлении, которое хотите. Я закончу. Спасибо большое. Вопрос в том, пожалуйста. Пожалуйста. Я, кажется, немного упустил. Скажите, вы мужской урологией за ней лечите? Я лечу все разрешённые заболевания, то есть это кроме хирургии и реанимации. И теперь я упустил, это не случайно, это самое отделение нетрадиционного лечения с госпитой? Нет, это я... Это касалось? Нет, нет, нет. Хотя там выпускник, я уже 6 лет преподавал на кафере фидотерапии Татьяны Петровны, наш выпускник работает в этом отделении. Я работал в 24-й больнице на Рейтерской, сейчас это 17-й. Можно будет подать и потом? Да, конечно, конечно. У меня есть ещё разъявлено. Ещё какие-то запитания будут? Добрый звездочек. Это работник, уже квалификованный лекарь, в 3-м или 4-м уходе. Его бабка лековала при дворе там таки ищи. Мама его уже биолог, заканчивала наш, я кажу, наш Тараса Шевченко, национальный университет, а Вернівич, просто он не сказал, он действительно работал у нас на кафедре, и действительно это успадкувало. Про бабки, бабки, мамы, и уже на более высоком уровне, более научно, обрунтованно, подходит до фитотерапии. Это действительно было первое отделение, и ещё на взломе распаду Радянского Союза у нас в Киеве было первое створено отделение фитотерапии. Но, как вы понимаете, так как в персонской области, в персоне створились фито-бары, думали, что они принесут очень большие, знаете, прибутки, но народная медицина, то есть, поделились, затрати великие, затрати людского фактора, то есть, сбирание, подготовки, приватывание, а финансово там, ну, копейки. И так, или нет, отделение на рейтерском было закрыто, но результативность и эффективность там была очень мало. Поэтому он уже имеет свою клиентуру, она працетована руками, имеет свой центр, так или нет, он работает с центром, с наукой не захотел, как вы делаете, это очень замороченная справа, Лукьян Васильевич знает, что это такое, и другие выкладчики знают, что это методики, читания, он в своем вольном поклику души работает сам для себя и на себе. И, навчающийся, навчает и делится своим воспитанием. Так что, это коротко, про Скачко Бориса Гліновича. Он кругом, где и вы, який канал не включите, и диетолог, и фитотерапевт, и терапевт, я уже забыла, кто он такой. Но они кругом справляются, но диетологи передали, что они хотят вас бачить на курсы, своих, чтобы вы пришли на участие. Вы даёте слушать рекомендации, но у нас есть кафедра диетологии, поэтому они вас ждут. Да, дякую, Борис Глінович. Яки было тече запытання? Запрошу запутать до нас. Внимаю, да? Шановники, мы, в принципе... Да, Борис Глінович, я вручаю вам подяку за вашу допись. Так что, дякую, дякую тебе. До нас підійдуть ті, що мастер-класси, там товарищ Щуків, активный целитель у нас есть, ну, пока он не такой, как у нас, то, позвольте мне, Василий Михайлович.